Для чего вообще мы нужны? Мы нужны для того, чтобы оказывать людям помощь в любой ситуации, потому что спасатель – это универсальный человек. Будь то на воде, в огне или под грудой металла, к тому, кто нуждается в помощи, придут спасатели. О своей непростой, но такой важной работе они регулярно рассказывают подрастающему поколению. Вновь на базе аварийно-спасательного отряда Щелковского центра гражданской защиты – экскурсия. В гостях старшеклассники – ученики школы номер 11 имени Титова. Ребята с интересом слушают из первых уст о разных ситуациях, с которыми приходится сталкиваться с спасателем в трудовые будни. Перед вами находится гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Почему гидравлический? Что такое гидравлика? Вода. Жидкость. Ну не вода. Вода – это, грубо говоря, жидкость, правильно? Которая имеет свойство течь. И здесь также используется специальная жидкость, как называется масло. Масло почему? Потому что оно не подвержено сильному замерзанию и сильному нагреву. Школьники не только услышали много интересного о работе спасателей, но и смогли попробовать себя в их роли. Смелому Ивану предстояло надеть экипировку и совершить небольшой забег с тяжелым инструментом. Ну что, рассказывай. Круто! Много оборудования, оно безопасное. Довольно тяжелое. Бегать в противогазе трудно. За это можно ценить труд пожарных неоценимый, которые этим занимаются постоянно и много. Смотришь, как они спасают людей, вдохновляешься этим. Возможно, Иван или кто-то из его одноклассников в будущем захочет стать спасателем. А пока важно, что они смогли усвоить, насколько эта профессия и трудна, и опасна, и необходима. Популяризация работы пожарных спасателей однозначно. Нужно показывать. Взрослые достаточно ребята. Они должны видеть, что должны приходить. И элементарные навыки они здесь приобретают. Это очень важно. В конце такой познавательной экскурсии школьников ждало чаепитие и знакомство со знаменитым талисманом щелковских спасателей Корги Маруси. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.